Это новый день, мы продолжаем. У нас в гостях арома-эксперт Ниоли Волошко. Здравствуйте. Здравствуйте. И сразу же первый вопрос, не про ароматы, не про все эти баночки. Откуда у вас такое интересное имя, что оно означает? Ну, в общем-то, это обычное имя, просто я родилась в Литве. Это литовское имя. В принципе, ничего особенного, просто литовское имя. Да, где-то Вова или Рома на просторах Литвы звучит так же. Необычно. Ладно, переходим к профильным вопросам. Ну да, мне вот очень интересно, мы пока здесь готовились к передаче, я уже немножко успел нанюхаться, тут немножко у меня сознание теряется. Расскажите, что вообще значит арома-эксперт и в чем заключается ваша деятельность? Арома-эксперт – это человек вообще, который разбирается и пользуется, и предлагает, и назначает также эфирные масла. Ну, наверное, чтобы говорить об экспертности, наверное, лучше начать с того, что вообще, что такое эфирные масла. Да. И эфирные масла – это, знаете, сейчас такой некий бум на ароматерапию, но на самом деле это не ноу-хау, это метод, который использовался еще 6000 лет назад. То есть это есть и в трактатах, это есть даже в Библии указано, и если вы помните такое, что когда родился Иисус, то самое драгоценное, что ему подарили, было масла ладана и миры. Антисептические свойства масел – это вообще основные свойства масел. И еще в 18 веке, даже британская армия, когда они там воевали с Индией, то у них практически у каждого воина было в аптечке эфирное масло чайного дерева, потому что это были укусы змеи, это укусы насекомых, это раны обеззараживания, то есть у них не было таблеток, у них было чайное дерево. А как в современном мире мы используем эфирные масла, что они делают, для чего они нам нужны, и как мы их можем использовать? Да, отличный вопрос, потому что именно эфирные масла, я уже вам сказала, что даже известные люди, и в принципе вся медицина основывалась на фитотерапии. У нас же страна, во-первых, в связи с климатическими условиями, она объединена сырьем само по себе, и поэтому в основном использовалась травой. И вы знаете, люди, которые собирали их, которые использовали, это были ведуньи в том числе, но вот сила вот этих трав и вот этих экстратов всех, она настолько мгновенная и настолько мощная, что приравнивалась это к магии, и в какой-то период просто их всех уничтожили. И получилась такая подмена сознаний, что фитотерапия, вот это все знахарство, это все очень такое ахинея вся. А фармакология – это ура, это здорово. Вот предположим, если к вам приходит человек, да, как к аромоэксперту, с какими вопросами он к вам приходит, во-первых? А что вы ему можете назначить и вообще о чем вы говорите? Ну, приходит по разным вопросам, и по здоровью приходит вопросам, когда что-то решит, какие-то проблемы. Ну, я больше люблю людей, которые, наверное, ищут себя. И, естественно, когда человек, а сейчас у нас беда, в принципе, в чем, в нашей цивилизации, в том, что, во-первых, это суета, это очень скоростное время, то есть все время напряжение такое, знаете, и когда у нас происходит какой-то стресс, то человек это знает и ощущает очень быстро, то есть он как-то принимает какие-то меры, там, отдохнуть, выспаться, там, что-то, расслабиться. А вот такой фоновый режим напряжения, он, мы к нему адаптируемся и не замечаем. Смотрите, если я прихожу к вам, к примеру, вот у меня, я не знаю, аллергия, у меня реальная аллергия, вот-вот начнется. Нет, давай у тебя еще плохой сон. У меня сейчас будет хороший сон, по-моему, если я еще полчаса. Вот, два вопроса аллергии и чуткий сон, хотелось бы покрепче. Ну, вот как раз нарушение сна – это один из признаков перенапряжения. Это, кстати, легко проверить, можно утром встать и посмотреть на свой язык в зеркало. Если язык должен быть гладкий, если с боков есть такое, как отпечатки зубов, это говорит о том, что у вас мышцы от лица не расслаблялись, и вы, то есть вы в тонусе на самом деле. Я живу в язык. Это просто большой язык, и он не в лес, и вы живу при этом. А с аллергией что? Да, да. Но если вы спрашиваете вопрос на эфирные масла, на эфирные масла аллергии нет. Потому что в эфирных маслах нет тела растения, нет белка. Аллергия – это всегда либо на присутствие чего-либо чужеродного. То есть, ну вот, например, вот сейчас, наверное, логично будет у вас вопрос, что масел-то масса, банны какие-то отделы, есть аптечные масла. Но почему такого эффекта, о котором я говорю, не происходит? А потому что как раз растения, точно так же, если я вам сейчас налью стакан воды, вот все, что будет в этой воде, вы выпейте, вы все получите. И хорошее, и плохое, все, что будет в этой воде. Какие-то примеси химические. Точно так же и растения, она из земли берет все. И там те же, и пестициды, которые их поливают, и тяжелые металлы, и может все. И когда из них делают масла, то, соответственно, вот эти химические элементы, они токсичны, и они дают аллергическую реакцию. Поэтому это не совсем относится к эфирным маслам, это больше ароматические масла. А как вот отличить то, о чем вы говорите? Ну, действительно. Синтетическое и... Ну, синтетическое, это очень просто на самом деле отличить, потому что, как любые препараты синтетические, они неизменны. Там очень четкая формула жесткая, и они неизменны. И когда вы аромат этот чувствуете, он ровно, одинаковый всегда, он не меняется. А эфирное масло, если вы сейчас попробовали, то оно сначала может яркое, потом может слабее, потом может оно такими волнами. Потому что там в самом по себе эфирном масле очень много химических соединений, и они раскрываются постепенно. И оно нестабильно такое, его нельзя повторить. И поэтому это очень быстро. И сейчас я действительно смотрю на наших ведущих, я вижу у них осоловилые такие глаза, я вам могу сказать, что они действительно были в перенапряжении, уставшие. И сейчас, и вот как раз отличие настоящих эфирных масел, что они влияют на энергетику. То есть человек снимается напряжением вот это. А если вы... А у нас еще вести и вести. Некачественные масла, то, скорее всего, разболелась бы голова. Но на самом деле есть масла, которые могут привести, в тонус? Давайте. А вот, давайте. А вот, давайте. Да, меня можно прям вплеснуть в воду. Нет, не стоит, давайте вашу руку. Смотрите, я сейчас просто такой мини-эксперимент. Масло надо, чтобы раскрылось, его надо чуть-чуть разогреть в ладони. Ой, простите, простите. Да ничего страшного. Осторожно глаза, потому что оно летучее. Да, да, да. Это эфирное масло перечной мяты. Это как раз масло, когда человек, который не может проснуться, я часто делаю так внучкам, я просто рядом сразу капаю на подушку, и через некоторый момент мне даже не надо их будить, они сами просыпаются. Серьезно? Это мне нужна такая штука? Это вообще отличная штука. Так, рассказывайте, что у вас еще есть. Может быть, есть какие-то, знаете, масла, чтобы человек правду начал говорить? Или наоборот, вот есть какое-то масло? Я прям тоже бы его сразу же, прям здесь сегодня у вас бы его взял. Капаешь маслом, и человек просто молчит. Вот ему не хочется говорить. Он просто типа... Смотря по поводу чего он говорит. Если это стресс, человек старается выговорить, то, конечно, есть антистрессовые масла. Хорошо, как взбодриться, мы определились. Действительно, это работает достаточно быстро. Да, потому что это сразу же... А вот в обратную сторону, если только мазать мы им не будем, если надо уснуть, ну, спокойно уснуть, успокоиться перед сном, что посоветуете, какое масло можно использовать? Ну, конечно, есть такие масла, которые расслабляют. Это та же лаванда знаменитая, которую знают все. Песня заиграла в голове сразу. Да, да, да. Кстати, то, что у нас продается в аптеках, и чаще всего каких-то масел, это на самом деле лавандин, не настоящая лаванда. Лаванда, если вы помните песни, это горная лаванда, да? Вот. Либо корица, кстати, очень расслабляет. Слушайте, а вот у меня к вам вопрос. У меня сейчас такое какое-то состояние, мне хочется смеяться, там, веселиться, улыбаться. Это с кем связано? Ну, когда уходит у человека напряжение, у него действительно становится хорошее настроение. Спасибо вам большое. У меня просто какое-то невероятное впечатление от такой полезной передачи, и просто спасибо вам огромное. Ты говорить начнешь сегодня? Нет, что я один веду? Просто ты немножко... Перечная мята! Перечная мята, кстати, на меня сработала. Очень круто. Мне кажется, просто ты под такими впечатлениями, потому что ты немножко как бы... У тебя сейчас ты в легком опьянении. Друзья, с нами сегодня была Ниоли Волошко, это аромаспециалист, человек, который может подсказать вам, как аромат может влиять на ваше настроение и на вас самих. Спасибо.